привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала айти навигатор с вами и так мы продолжаем наши уроки по java script и тема данного урока это выполнение кода java script я здесь подготовил небольшой шаблончик для сегодняшнего урока и хочу попросить прощения у вас за то что я в предыдущем уроке немножко забылся и правильно да друзья спасибо вам большое за то что вы меня поправили всегда так поступайте вот то что footer нужно размещать именно внутри тега body сам я разметку пишу скажем так редко ну в основном в общем то во время создания проекта генерится стандартный какой-то шаблон footer использую редко но забылся с кем не бывает вот итак давайте продолжим собственно с нашим уроком как же исполняется собственно java script когда браузер получает веб-страницу с кодом html и java script то он ее интерпретирует результаты интерпретации в виде различных элементов кнопок ввода полей ввода вывода дам текстовых блоков и так далее мы видим перед собой в браузере в браузере все это да непосредственно интерпретация веб-страницы происходит последовательно сверху вниз когда браузер встречает на веб-странице элемент скрипт с кодом java script то вступает в действие встроенный интерпретатор java script и пока он не закончит свою работу дальше интерпретация веб-страницы не идет скажем так это очень важные фундаментальные вещи некоторые ошибки до которые вызваны там да в вашем коде java script могут нарушить да там рендеринг вашей страницы какие-то блоки части не будут отображаться то есть это нужно учитывать и скажем так при оплатке вашего кода это эту вещь нужно всегда учитывать и так в чем суть нашего примера смотрите я указал чарсет utf-8 для отображения русских символов до для отображения кириллицы и я добавил скрипт до alert в области head у нас увидится до head далее добавил первый заголовок на второй заголовок третий заголовок три заголовка после каждого заголовка у нас будет срабатывать alert ну и соответствующим сообщением да вот как же будет происходить интерпретация да и прорисовка страниц давайте запустим запустим наш файлик индекс html и посмотрим вот вначале отработал этот alert сообщением это чем я говорю да у нас идет интерпретация до страницы прорисовка да сверху вниз далее нажали на ok прорисовался первый заголовок сработал второй alert до первый заголовок вот прорисовался первый заголовок и сработал alert после первого заголовка замечательно смотрим дальше то есть до второй заголовок у нас не рисуется пока работает интерпретатор java script то есть теоретически если где-то здесь интерпретатор java script споткнется на какой-то ошибки то рендеринг вашей страницы дальше до который там внизу он не произойдет нажимаем ok второй заголовок до прорисовался второй заголовок и сработал alert 2 заголовка замечательно третий заголовок пока не прорисовался то есть интерпретатор java script пока еще работы да пока мы не отреагируем на наш алерт нажимаем ok и замечательно отрисовался третий заголовок и сработал третий alert в общем такие важные вещи нужно запомнить вот спасибо друзья за то что поправили меня в предыдущем уроке спасибо за комментарии вот такой вот был у нас коротеньким второй урок дальше мы поговорим с вами о основах синтаксиса java script вот спасибо друзья за то что поправили мне да за мой первый урок как бы первый блин комом дальше надеюсь не повторится подписывайтесь обязательно на мой youtube канал чтобы не пропустить новых роликов как всегда в описании будет ссылочка на наш twitter и telegram в будущем группа facebook спасибо всем друзья жду ваших добрых и грамотных комментариев если ролик был полезен ставим лайк и пока пока